Здравствуйте, меня зовут Евгения. Я начала заниматься трейдингом, проживая в Денвере. Мне очень повезло, так как в то время это был единственный в Америке город, в котором оставался очный клуб трейдеров. В этот клуб приезжали многие ведущие американские трейдеры для презентации своих торговых систем. Для меня это была большая удача познакомиться с ними и слушать их лекции. Мне же больше всего понравилась и показалась удобной в работе система торговли по Фибоначчи. В то время я работала на торговой платформе, где были эти инструменты. Но так случилось, что мне пришлось перейти на торговую платформу, в которой не было никаких технических инструментов. Это было очень неудобно. Переехав в Нью-Йорк, я попала на курс Александру Михайловичу Герчику, где я существенно улучшила свое понимание работы маркета и обнаружила, что методика Герчика прекрасно сочетается с системой Фибоначчи. Их совместное использование значительно повышает достоверность прогнозов и эффективность трейдинга. Еще в Денвере мой знакомый написал интересную программу копирования экрана внутри прозрачного окна, на основе которой мы разработали представляемую вам программу. Прогнозы по числам Фибоначчи стали делать только в прошлом, в 20 веке. Но сами числа Фибоначчи исследовались задолго до этого. Изучение чисел Фибоначчи происходило в течение более чем двух тысяч лет. Поэтому вначале я хочу немного рассказать о тех исторических личностях, которые внесли большой вклад в развитие этой отрасли науки. Числа Фибоначчи были названы в честь итальянского математика Леонардо Пизанского, названного Леонардо Фибоначчи более чем через 200 лет после его смерти. Он изучал математику и счетное искусство на Востоке. Именно в Александрии он впервые познакомился с арабскими цифрами, ранее называвшимися индийскими, о которых ничего не знали в Европе. И там же во время обучения в Александрии он узнает об индийской последовательности, которая была сформулирована еще в Древней Индии между 450 и 200 годами до нашей эры индийским математиком Ачарья Вироханка. После открытия Вироханки поколения индийских математиков уже ссылались на эти числа и метод их расчета. Известно, что Леонардо Пизанский описал эти знания в трактате по арифметике книга Абака, познакомившей средневековых ученых с последовательностью, которые и назвали его именем «Числа Фибоначчи». Средневековые математики много работали с числами Фибоначчи. Писали о них в манускриптах. Вершиной считается трактат «Башественная пропорция» Леонардо да Винчи. В дальнейшем эти работы послужили основой для создания теории золотого сечения. Название «Золотое сечение» стал использовать немецкий математик XIX века Мартин Ом. «Золотое сечение» старались применять как можно чаще, так как во времена Вовозрождения эти числа считались идеальным способом выбора размера. Соотношение, соответствующее числам Фибоначчи, встречается повсюду в природе, являясь отображением фундаментального закона природы развития по спирали, которое можно вычислить по числам Фибоначчи. Капиталистическая экономика начинает привлекать пристальное внимание ученых, начиная с XIX века. Но только в XX веке появляются крупные исследования в области экономики, которые были положены в основу волновых движений экономического развития общества. Одним из самых известных экономистов начала века был Николай Дмитриевич Кондратьев, главный экономист НЭПа и отец первой пятилетки в Советской России. Кондратьев известен как создатель теории больших экономических циклов. Ценность его концепции заключается не только в возможности анализа экономического развития в прошлом, но и возможность прогнозировать и оценивать состояние экономики в будущем. Циклы Кондратьева принесли ученому мировую известность. В 1924 году Кондратьев приезжает в Америку больше, чем на полгода. Он знакомится с развитием американской экономики и одновременно в американских университетах читает лекции по теории больших экономических циклов. На этих лекциях в университете его слушает будущий экономист Ральф Эллиот, который в 30-е годы на основе циклов Кондратьева разрабатывает свою волновую теорию Эллиота. Развели теорию волн Эллиота два американских ученых Альфред Джон Фрост и Роберт Преткер. Именно они фактически привязали теорию волн Эллиота к уровням Фибоначчи. В начале 21 века начинается бурная компьютеризация трейдинга. Создаются первые торговые площадки на компьютерах для торговли на маркете, для которых и был разработан на основе чисел Фибоначчи и волн Эллиота самый первый инструмент, которым мы и пользуемся сегодня. Это уровни или по-английски retracement. Итак, числа Фибоначчи. Начинаем последовательность чисел с нуля и единицы. Затем продолжаем добавлять два предыдущих числа, чтобы получить числовую строку, подобную той, которую мы видим. 1, 1, 1 плюс 1 – 2, 1 плюс 2 – 3, 2 плюс 3 – 5, 3 плюс 5 – 8 и так далее. Эту строку можно продолжать бесконечно. После того, как последовательность сформирована, деление одного предыдущего числа на последующее дает 0,618, начиная с 10 числа. Если мы разделим любое число на второе число справа от него, то мы получим 0,382 или 0,382%. Все соотношения, кроме 50%, поскольку это не официальное число Фибоначчи, основаны на некотором математическом расчете с использованием этой числовой строки. Уровни Фибоначчи, вытекающие из последовательности Фибоначчи, представляют собой горизонтальные линии, указывающие на возможные уровни поддержки и сопротивления. Уровни Фибоначчи составляют 23,6%, 38,2%, 61,8% и 78,6%. Хотя официально 50% не входит в последовательность Фибоначчи, он также используется. В ряд Фибоначчи 50% пришел из теории больших чисел. Уровни Фибоначчи можно провести между любыми двумя точками, такими как максимум и минимум на любом временном графике, и он сразу показывает уровни. Уровни Фибоначчи можно использовать для размещения ордеров, определения стоп-лоса и нахождения окончания движения инструмента. Представляемый вашему вниманию программный комплекс Фибопрогноз помогает трейдеру сделать высокоточный прогноз движения инструмента в начале или в процессе движения. Фибопрогноз предназначен для анализа структуры маркета и прогноза движения инструмента на графике. Прежде чем мы будем разбирать, как работает программа Фибопрогноз, я хочу показать несколько интересных примеров. Размотрим один из самых важных инструментов – SPY. Прежде чем мы начнем рассматривать, хочу уточнить. В техническом инструменте FIBO-цель уровни рассчитываются по алгоритму, использующему числа Фибоначчи, но не являются стандартными и имеют условное обозначение 1, 2, 3, 4. Теперь рассмотрим график SPY от 2 мая 2023 года. Итак, первое, что мы проверяем, на каком уровне происходит окончание движения. Для этого я использую разработанный нами нашей компанией технический инструмент FIBO-цель. Движение в лонг началось на уровне 403.80 от точки B, а закончилось на уровне 417.70 в точке C. Точка А – это начало последнего движения в шорт. Вот оно. Это движение, от которого я строю прогноз. Технический инструмент FIBO-цель показывает окончание данного движения на уровне 3. После этого начинается откат. Инструмент оттестировал уровень 417.70, затем сделал небольшое движение, которое началось на уровне 417.70, точка B1. Точка же А1 – начало последнего движения в лонг. Вот оно. И это движение, от которого я строю прогноз. Далее инструмент стоял и накапливал энергию, не откатываясь. Потом было сильное движение в шорт до уровня 408.05, точка C1, которое нам показал технический инструмент FIBO-цель. Уровень 4, что является окончанием данного движения. А затем он откатился на 50%. Вот они, 50% от этого движения до уровня 411.57. Здесь есть небольшая проблема, потому что, когда я делала скриншот этого движения, к сожалению, я не выставила уровни. Здесь не видно. Но вы всегда это можете проверить на ваших торговых площадках. Далее нас интересует, закончилось ли движение в шорт. Делаем прогноз техническим инструментом FIBO-цель от двух последних движений в лонг. Первое – от уровня 410.64 единица, вот это первое движение, до уровня 417.70, и это у нас точка B1. Вот она. И также второе движение, откатное движение от точки A2. Это уровень 408.30, и точка B2.411.57. Вот это движение нам показывает, что на уровне 403.80 у него вполне вероятен, это его цель, куда он может прийти. А первое движение, которое я показывал, единица, B1, нам показал тоже направление движения и точку, куда он может прийти. И это уровень 1. Что интересно, мы получили совмещение двух прогнозов на уровне 1 и уровень 2. Соответственно, они приходятся на уровень 403.80. Это и есть наш прогноз. Следующий график SPY от 5 мая 2023 года. Основное движение, которое мы сейчас будем рассматривать, относится к 4 мая. Вот это 4 мая 2023 года. На предыдущем графике мы видели, что наш прогноз уровней 1 и 2 приходился на уровень 403.80. Вот он у нас, 403.80. На предыдущем дне, здесь предыдущий день, это 3 мая, мы еще построили еще один прогноз. И этот прогноз A3, B3 – это движение в лонг, вот от него мы построили, и опять нам показало уровень 3 практически на уровне 403.80. Он сюда и приходит. Он тестирует этот уровень дважды, один раз и второй раз. А потом начинается откат. Это уже следующее движение, и мы его рассматривать не будем, хотя и здесь новое движение спрогнозировано точно. Следующий инструмент, который мы рассмотрим – UNG. Первый график – UNG от 19 мая 2023 года. У нас два графика. Это у нас дневной график, это у нас график 10-минутный. На дневном мы видим глобальный прогноз. Их сделано несколько. Это первый прогноз, который нам дает уровень 5.54. На уровне 5.54 здесь у нас прогноз единица. Он становится прямо на этот уровень. Второй прогноз, который делается от полного движения, опять же, в лонг, и мы опять получаем тот же уровень 5.54. И последний прогноз, который делается, точка A, A, B, который нам показывает практически тот же самый уровень. Почти таким образом здесь происходит наложение сразу трех прогнозов от трех разных движений. И все они практически совпадают на уровне 5.54. Мы запомним этот уровень. Еще раз повторяю, это прогноз. На 10-минутном графике движение в лонг начинается на уровне 6.30. Вот оно, начало, и начало точка B. Точка A – начало последнего движения в шорт. На уровне 1 было окончание, вот на этом, вот это первый уровень, и на нем окончание первого движения. И откат. Значит, здесь мы получили точку C и откат. Откат 50%. Вот он, мы его видим. Дальше идет накопление энергии, и после этого начинается следующее движение в лонг. Движение в лонг продолжилось. Технический инструмент FIBA-цель показал нам окончание данного движения на уровне 3. Вот он, 3. И вот этот вот уровень. Вот он, 3. Движение на точка, значит, уровень 3 на уровне 7 долларов 70 центов. Точка C1. Далее мы понимаем, что здесь движение окончено. Находим последнее движение в лонг. Вот оно, последнее движение в лонг, от которого мы строим наш прогноз, используя технический инструмент FIBA-цель. На 10-минутном графике строим прогноз от последнего движения в лонг, и видим, что инструмент может прийти к уровню 2 или 3. Но поскольку это 10-минутный график, то все это промежуточные уровни, так как глобальные уровни окончания движения мы всегда смотрим на дневном графике. Идем на дневной график. Значит, наша первая точка – это A, это B. И смотрим, первая точка, куда он может прийти, это 6,03 или где-то чуть ниже. Это уровень B. Или же он пойдет еще ниже. Мы знаем, что движение происходит частями, поэтому где-то может быть остановка. Следующий график – UNG от 29 мая 2023 года. Здесь на дневном и 15-минутном графиках мы видим, что наш инструмент приходит в точку C. B. Это на 15-минутном графике. И это уровень 6 долларов 20 центов. Все то же самое мы видим на дневном графике. Он тоже приходит здесь на 6 долларов 20 центов. Вот он здесь. Потом он сделал еще небольшое движение и остановился снова на том же уровне. Но точка B на глобальном – это всегда уровень B. Это всегда еще промежуточный. Промежуточное движение, поскольку график всегда стремится к равновесию и чаще всего приходит к единице или к двойке. И тут мы видим, что у нас и здесь прогноз совпал. Мы помним, что в промежуточной части, когда мы строили здесь прогноз, он тоже попадал на 5,36. И то же самое он показывает нам при движении от точки A1 и B1. Вот он сделал C1. Теперь мы посмотрим, что же происходит дальше. Кстати, прогноз он нам показывает двойку и на 15-минутном графике. Он тоже показывает, что он куда-то может прийти в точку 5,82. Что он показывает здесь и на часовом графике. Тоже уровень единицы становится на 5,82. Следующий график – UNG от 1 июня 2023 года. Демонстрирует нам, что наш инструмент пришел в точку C2 на уровне 5,82. Все то же самое мы видим и на дневном графике, где он показывает, что точка C2 оттестировала уровень 5,82, который мы прогнозировали. Но это не глобальный уровень. Вполне вероятно, он может прийти на следующий уровень. Может быть, если не будет отката. Или после отката может сюда прийти. Но это наш прогноз. Это не значит, что он сюда придет. Но мы будем наблюдать. Мы с вами разобрали движение двух инструментов на разных графиках и увидели очень интересную закономерность. Технический инструмент FIBA-цель показывает достаточно достоверные прогнозы, на которые можно ориентироваться. Этот инструмент был разработан нашей компанией на основе чисел Fibonacci и дает очень точные прогнозы. Поэтому мы предлагаем его вашему вниманию. С полной программой FIBA-прогноз мы с вами познакомимся на следующей презентации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова